Рождество Христово – один из важнейших православных праздников. 6 января – Рождественский Сочельник. В этот день православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику. В Республике Рождество давно стало праздником, который отмечается вне зависимости от национальности и вероисповедания. В канун праздника наша съемочная группа побывала на службе в Храме Благовещения. Тему продолжит Динара Нургалеева. Божественная литургия, свечи, молитвы, умиротворения. Мысли вслух и про себя. О самом главном и сокровенном. Сотни православных граждан этой ночью пришли в Храм Благовещения. Этот день также наполнен добротой и теплотой. Эти качества проявляют простые граждане по велению сердца. Каждый год в сочельник Оксана Богданова вместе с семьей приходит в церковь, чтобы поставить свечку и помолиться за здоровье родных и близких. Женщина считает, что Рождество – семейный праздник, и встречать его нужно в кругу близких. Для меня Рождество – это святой праздник. Мы пришли сюда, чтобы показать детям, как это, что было. Сегодня мы смотрели фильмы про Рождество, как произошло Рождество. В нашей семье очень чтится бабушки. Постоянно тоже ходим в церковь. Каждый праздник, каждый Рождество, вообще любой святой праздник мы здесь. В храме негде было яблоко упасть. Многие стояли перед церковью. Собственно говоря, в эту ночь наравне со взрослыми храм посетили и дети. И каждый из них, без всякого смущения, тянулся поздравить всех казахстанцев с праздником. Поздравляю всех с Рождеством, желаю здоровья и счастья. Рождество – это день рождения Боженьки. И что назначили от тебя? Это день святой для меня. Я всегда в церковь на день Рождества прихожу сюда. И хочу, чтобы все жители Актау верили в Боженьку. И отметили этот праздник все вместе. Историю возникновения праздника рассказала нам Ирина Лоскутова. Женщина приехала в Актау из Красноярска. Каждый год вместе с семьей она собирается в Актау в Благовещенской церкви и встречает Рождественскую ночь. Ну, во-первых, у меня незадолго до Рождества родилась младшая дочь. И мы всей семьей, как правило, 7-го числа собираемся, ходим в церковь, ходим, сидим за праздничным столом, отмечаем Рождество. Объединение семьи это для нас, для нашей семьи, да. Я прихожанка этого храма, хожу практически каждое воскресенье. Если я в городе нахожусь, то я обязательно посещаю, если только не болею. Все дети у меня крещённые, причём младшая дочь крещённая именно вот в этом храме. В течение многих столетий православный праздник Рождества Христова и мусульманский праздник Курбанайд стали традиционными, частью духовно-нравственной жизни. Празднование Рождества ещё раз показывает, что мы живём в толерантной стране, где в мире и согласии одной большой дружной семьёй живут представители разных конфессий и вероисповеданий. Динара Нургалиева, Дузельбай Нурбай, Айнах Парат.